Предприемство спецславия на экономичной карте Хонецкага района заявилося 10 годов тому. Калебайская сын Барысенки у вёсцы Суткова драмантовали на пауразваленный будынок былой племенной станции. Сёня гэта напылна самая буйная на Гомельшине вытворшись по выпуску пальчаток и костюмов для работы при высоких температурах. Гэтая продукция поставляется по всей Беларуси, причым вырабляется она головным чином зайчинных материалов. За межами набывается только брезент, вырабья кого наши предприемства яше не освоили. Об укладе товариства у экономику региону можно мерковать не только по отриманных грамотах и дипломах. Намесник директора Дмитрия Барысенко – депутат сельского и районного советов, удельник 6-го Всебелорусского народного схода. Каже, что когда у работе возникают некие проблемы, то с помощью мясовых органов улады, они завсюды выращаются. Что такое власть? Власть – это закон. Закон надо соблюдать. Хорош закон или плохой, он есть, он существует. Есть вопросы – садись, решай. Садись в стол делового. Сегодня благо создано много деловых площадок. Как говорит председатель располкома, мои двери всегда открыты. Есть вопрос – идешь, решаешь. Как озвучил президент на Сибелорусском народном собрании, то есть бизнес и власть должны идти в ногу. Сегодня на предприемстве у Суткова працуют 16 человек, еще 12 на Мазырском филиале. За 10 годов склауся с оправды профессийный коллектив. Такого понятия, как тякушись кадров, тут нема у вуголе. При необходности никто не отмовится выйти и у выходные. Правда, и зарплата тут в районных мерках совсем не дренная. Я пришла два года назад, работаю здесь швеей, зарплата довольная. Сначала начинал на прессу, потом начал потихоньку заниматься, помогать мастеру, помогать мастеру раскрывать костюмы, а потом сам тянулся и в основном делаю еще сам. У планах предприемальника поширение в творчестве. У минулом году набили и одрамонтовали я еще один будинок. Вокол его створить гай, збяро, зліп, дубов и каштанов. Для реализации этой мари, что год, Дмитрий Борисенко планует высаживать не меньше, как 30 древ. При этом поширении в творчестве и доброупорядковании территории не повпливает одновременно на еще один бок деятельности, оказание доброчины и допомоги тем, кто имеет в этом потребу. Я начинал с нуля, как простой. Грубо говоря, поддержка простых людей, кто чем мог помогать. Поэтому для меня и для моего напарника мы приняли такое, что определенный процент просто раздаем. Общество инвалидов, школы, больницы. Все, кто обращается, мы никогда никому не отказываем. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо компания «Гомель», Хойницкий район.